И аналитики, и комментаторы готовы, конечно же, для вас дальше освещать первый сезон WePlay, Forge of Masters, Strike'n'Kanis у микрофона. Дальше продолжаем смотреть Pro 100 против Vega Squadron. Карта de Mirage, первый пистолетный раунд. Поехали! Ну, да, долго мы ждали начала. Действительно, Фларыч где-то потерялся, но наши скауты оперативно сработали, вернули его на сервер, и уже простошники готовы обороняться на Мираже. Что приготовила Vega в пистолетке? Ну, это выход на Аплэнд под хорошую раскидку. Да, полетели флешки, там уже Дима пытается пройти дальше через просвет. У него это получается и Киндор, как там вообще выживает, непонятно. Забирает одного Диму, но тут же размен от Сизда, Джей Арт, тоже находит свой фраг. Тут же Никельбек неплохо отвечает, но при этом ситуация 3 в 3. Нет уже! Краша на сервере, 3 в 2, и бомба была выбита. Как дальше разруливать ситуацию? И Джей Арт этим задевается, забирает Киндзоров, и Никельбек тоже падает, минус 4 от Капитана. Вот это Капитан! Дмитро Червак! Действительно круто. Квадрокил от Джей Арт и Vega Squadron, казалось бы, ну, в сложной ситуации, 2 в 3, в атаке, потеряв бомбу, ну, сумели разрулить. Ну, Кэп решил просто выйти на стрельбу, и это получается отличная работа. Клашный старт, и про 100 будут делать полное эко. Опять же, фармганы на руках украшает Димы по 250-ю Джей Арт. На следующий раунд, видимо, будет снайперская винтовка, 2 калаша от Сизда с Кубикса. Ну и можно очень легко занимать центр, чем, в принципе, и занимаются ребята, а дальше уже решение. Возможно, будет сплит. Ну, очень закрыто стоят простошники. Пока что укрепление на планте. Четыре игрока находятся конкретно на данной позиции. И первый минус не заставил себя долго ждать. Краш находит Кинзора. Ну, вот та укрепление по-прежнему стоит. Итак, коктейль Молотова в нычку. Будут проверять, и что получится у Простого в этом раунде. И, кстати, получается. Включается. Да, там пропрыжка от Икиндера. Айван забирает еще Диму. Джей Арт вместе с Сиздом. В итоге остается 2 в 3. Два красных соперника. Никель Бэк вместе с Фларычем. Ну и при этом Айвану нужно просто как-то вот еще собирать для себя информацию. Он замечает Джейара еще в яме. Сиздом включается, наконец-то, в эту ситуацию еще дальше. После первого фрага поступает еще и второй. 2 на 2. И, посмотрите, бомба выходит на точку Б. Туда же будет перетяжка от Джейара. И сейчас Айвану вместе с Фларычем было бы очень круто быстро забрать соперника. И потом еще дефузить бомбу. Потому что Джейар будет считаться через Бэдон. Ну, знаешь, сделать это будет действительно сложно. Будучи, ну, скажем так, Фларыч точно красный. Денис Костин занимает хорошую позицию. Делает минус по Айвану. Ну и тот самый Фларыч с Ак-47 постарается унести девайс в следующий раунд. Да, и вот он, Денис Костин, который сориентировался в этой ситуации. Он понимал, что после фрага можно устремиться на точку Б. Там поставить бомбу Фларыч. Работает против него. Но понятно, что уже до Дефуза дело не дойдет. Это 2-0 в пользу команды Вегас Квадрон. Последний выживает Джейар. И, кстати, пытается еще, видимо, выйти на Ак-47. Да, будет на руках у него. 34 хп после взрыва. Ну и дальше не стоит ни в коем случае идти. Потому что поджидает Фларыч еще одного бойца Акул. Хороший экономический раунд. Это просто действительно все получилось. Потеряли Кинзор. Казалось бы, в четвером против Пятерых уже точно не справятся. И не смогут реализовать свою задумку. Но все же парни сумели сделать по итогу. Второго раунда 4 минуса. И серьезно навредить экономике Акул. Аоги. Те же самые Акулы появляются у команды ProStop. Как раньше называли этот девайс. И Никельбек Миссис Айвана будут работать. На центре. Судя по всему, тут, кстати, Си спускается Вандер. Чтобы проконтролировать возможные поджимы от соперников. Этим же занимается Фларыч под Ямой. Там находится Скубикс. Ну и бомба потихоньку может перетягиваться по точку Б. Она на руках у снайпера. Команды Вега. Это JR. Кстати, вот знаешь, вспоминая прошлый состав Вега Сквадрон. У Акул на карте Мираж были очень даже интересные и хорошие раунды. Да, да. Причем как в защите, так и в атаке. Готовится врыв на точку Б. Тут Кинзор будет принимать со смоком оппонентов. Кстати, хелпы у него не будет. Тут уклон от просто на точке Аи. Посмотри, какие тайминги. Откидывается смок. Кинзор просто пытается выйти в маркет. Да, там будет небольшой просвет против Зига. А Иван тоже успел прийти на защиту этой позиции. Но Вега не спешит. Ну, кстати, очень интересное решение от Вега Сквадрон. Прогнали опорников, но при этом, наверное, не рассчитывали на такую щедрость. Команды просто, которая просто без боя готова была отдать позиции базы боя. Ой, у Кинзора уже будет классная позиция, чтобы забирать выходящих противников на плент. Джей Ар, щелкает Айвана. Это был маркет. Кинзор включается одного. Ликвидирол был Дима, находящийся рядом с ним падает. Это уже пострел от Джей Ара. В голову попадает по Кинзору. Три-два ситуация. Скубик закрывает фларочины. При этом не будет перетяжки еще от маркета. Никельбек получает в бок от снайпера. И последний киндер. Это нужно сейвить. А именно М4А1С и набор гранат. Второй армор. Браво, Джей Ар. Браво, капитан команды Вега Сквадрон. Забрал пистолетный. Забирает первый оружейный. Вот это действительно парень подсобрался. Да, вообще такой примечательный раунд. То, что раскидали только что минимуму гранат. Команда Вега Сквадрон под точкой Б. Потом остановились. И это где-то посеяло семя. Видимо, какого-то сомнения у команды. Просто в том, что это будет выход на данному направлению. Потому что, в принципе, они там пода пытались кого-то найти. Вроде как был фраг даже. Но потом такие размины от Джияра вместе со Скубиксом. Да, и киндера никто не будет искать. Все почему? Потому что у самих Вега не так уж много денег. Все три девайса сохраняются. И тут уже интересно, какое решение будет от команды Простов в такой незавидной ситуации. Вот они, обновленные коэффициенты от нашего партнера Париммач. 1.4 на команду Вега. Ну, только начало 2.8 Простов. Все в ваших руках. Можно угадывать, конечно, да. Бодро начинали Вега-Сквадроны. И именно это поспособствовало такому изменению коэффициентов. Были аутсайдерами, а теперь уже полноценный фаворит, который действительно лидирует в этом матче. 3-0. Выход на центр. Быстрый, динамичный. Сейзер забирает и киндера. Ну, и теперь Фуарыч по-прежнему пытается придумать что-то с эмкой в руках. Кстати, кому-кому и киндеру нужно было делать минус в этом раунде. Фуарыч не справился с этим управлением на центре игрок команды Простов. Сейчас мы будем смотреть пристально за Фуарычем, потому что у него сильный девайс на руках. У остальных пистолеты это P250, это также ЦЗ. Кстати, где-то на укрепление. Идут на укрепление у нас ребята из команды Вега. Вот она раскидка поехала. Смог под машину. Флажки тоже полетят. А нас за другой. Тут слепой Фуарыч пытается просто отойти, но не топает. Это тоже важно. Айван одного забирает с кубикс. Тоже дабл-фил. И нет, все-таки Фуарыч не смог выйти на еще один фрак и один. В итоге Ник Кирбек остается, но на пленте. Ай-яй-яй. Как же разгорается Молота. В итоге выгоняет его прямиком на ствол Крашу. Да, четко отработал Вега Скадрон концовку этого раунда. Казалось бы, будут такие же проблемы, как и в первом раунде против пистолетов команды Простов. Но все же действительно четко распорядились гранатами. Хорошо контролировали выпады соперника. И забрали этот раунд не с такими серьезными потерями. Пятый раунд на ваших экранах. Просто закупаются. Есть снайперская винтовка от Айвана. Ауги тоже на руках. Посмотрим на их прямоту в этом раунде. Смаки полетели на дефолтные позиции к базе. А будут претензии, видимо, у команды Вега Скадрон. Сист уже падает. Айвай работает дальше. Где же все-таки камера? Покажите нам, что происходит на этой позиции. Наконец-то есть размен от Краша. И второго тоже Фуарыча прочитали. Только что игроки атаки. Будет бомба поставлена. Но это клатч. Это меньшинство. Краш, игрок, который не так давно проходил тесты в команде Хеврайзерс. Ну, звучит как-то как тесты, да? Тест. Тестировала его команда Хеврайзерс. Но что-то пошло не так. И Краш остался в составе Вега Скадрон. Итак, 2 в 2 ситуация. Не торопятся акулы. Только сейчас устанавливают бомбу. Остались самые опасные. Джар СВП. Человек, который на себе взял первый оружейный и первый пистолетный раунд. Но он, по сути, сейчас сможет соло разрулить этот раунд. Нет дифузов. И об этом тоже стоит помнить. Айван простеливает Джарод на крысе. И мы смотрим. Краш выходит уже в спины противника. Вадого забирает спроя. Айван. Айван все-таки на реакции тоже неплохо. Здесь забирает последнего. Будет бомба разминирована. Вот они дифузы. Это первый раунд для команды Простов. Поздравляем. Ну, действительно, снайпер Простовшников включился. Вот знаешь, достойный ответ. И действительно, зацепились Простов за первый раунд. Это хорошие новости. Сеня однозначно должен порадоваться. Кстати, он по-прежнему на тренерской позиции находится. Да, конечно. Вот общались недавно с Сеней. И тут интересно, какие вообще решения будут. Потому что нужно уже как-то выводить свою команду из ступора начального, который они получили после пистолетного раунда, первого девайсного. И, в принципе, ты знаешь, вот вроде как должен быть доволен самим фактом, то, что они первый раунд себе заработали. Но не так, как они его зарабатывали. Потому что все же преимущество было очень хорошее на старте этого выхода. И вновь активность типа, да. Но бомба до сих пор еще находится в телевизорском. Как он это сделал? Как он это сделал? Да. Он наступил на коктейль Молотова, на гранату, выбежал и поставил хедшот Айвену. Это было красиво, но размен последовал от тиммейта. Фларыч разменял своего, скажем так, не самого точного снайпера в этом моменте. Кстати, игрок Зига пропустил только что подсадку. Это очень важно, ребята, потому что сейчас Сьюз будет решать в этом раунде. Никельбек только сейчас. Да, смотрите, он изначально, конечно, должен был понимать, что находясь в коннекторе, он не увидит эту подсадку. Но, с другой стороны, у него, видимо, была надежда на то, что его тиммейт Зига ее увидит. Потому что там она очень хорошо просматривается. Но нет, минуты до конца раунда Айсист должен немного подождать, пока тиммейты подойдут по позициям, и потом уже зайти через тикетбокс, а там Фларыч, который погибает. Смотри, стяжка от Кинзор или нет, вернулся под базу Б, да. Фларыч погибает в ту же секунду. Ну что, Денис отрезает контровский спаун и говорит, ребята, а вот теперь давайте задавим опорника Аплунта. И Киндер, да, получается задавить Диму, но бомба-то проходит у нас на дефолт. Никельбек чудом пропускает Жера. 21 кп в эпоге, остается Краш, врывается на один хатчет, Сист его поддерживает. И Краш еще одного ломает. Это был Кензор. И пятый раунд для команды Вега-Сквадрон. Минус экономика у Прасто. И это мискоммуникация, Юрий, потому что вы, находясь в коннекторе и близко на Зиге, не пропускаете подсадку у себя в окне. Ну, знаешь, вот этот момент можно отнести действительно к тому случаю, когда случай оказался несчастный. Я по-другому назвать не могу. Действительно, тайминги сыграли огромную роль в этом моменте. И Денису Костину повезло. Собственно, после... Так, центр и Прасто решили тоже очень быстро сыграть по данной позиции. Решили все вопросы ребят из команды Вега. Никого не потеряли. Посмотри, что происходит. 6-1 ведет команда Вега-Сквадрон. У Димы по-прежнему ноль фрагов. В этом раунде заработал два ассиста. Но как же предательски димейты воровали. Хотя бы вот тот самый первенец, который так был нужен Димону. Я чувствую себя Димой, на самом деле. Почему бы и нет, команда убивает. Мне такое нечасто случается, что все остальные тащат. И это приятно. На самом деле, главное, что есть результат на табло. Раскидка ранее на центр. Там отличное передвижение от Никельбека, который в Зиге так и будет оставаться за этим смоком. Выход от Джиара тоже зафиксирован на центр. И вот он врыв, Джиар, к этому муву готов. И это первый фраг в этом раунде. Ну, знаешь, не самое лучшее решение получилось от Никельбека. Я рассчитывал увидеть какое-то взаимодействие с тиммейтами. А в итоге получилось Никель вышел, получил пулюс АВП. А поддержки тиммейтов так и не дождался. Возможно, стоило раньше ворваться. Ну ладно, сейчас мы это еще в момент обсудим. Дима, первый фраг наконец-то вступает. Здесь под флешку краша. Все получается. В итоге выход на Екиндера, который не убивает соперника. Фарыч тоже не совладал с Димой. И вот он, Бандурка, который просто не оставляет мокрого места на команде Простой здесь в этом моменте. И Кензор последний. Дима с ним тоже спавляется. Это квадрокилл. Ты знаешь, только вспомнили, что у Бандурки по-прежнему нет фрагов. Что даже на эко-раунде, на котором Дима мог зацепиться хотя бы за один, вот это, наверное, Диму разозлило максимально. Он не хотел получать звание агента. Он взял себя в руки и сделал то, что от него ждали тиммейты. Ты знаешь, еще вот интересно, обсудить стоит, наверное, момент с Никельбеком. Дело в том, что в том тайминге, в котором он выходил со смока, его уже могли ожидать игроки атаки. То есть, возможно, стоило выйти раньше. С другой стороны, возможно, летели какие-то флешки, которые посекали его. С большой вероятностью так и было. И только потом он даже, как был неслепой, смог ворваться на Джаро. Но, с другой стороны, снайпер здесь не самый свой сложный выстрел дал, будем честны. Ну, знаешь, вспоминая, как действует, ну, скажем так, старая, бывшая пятерка команды Моу Спортс, там работает одновременно по центру карты три позиции. Там окно, там коннектор, там зигзаг. Ну, ты знаешь, еще вот интересно то, что ты прыгаешь с окна на конструкцию, у тебя нет мотивации никакой абсолютно прыгать вниз. Потому что, в принципе, сверху ты можешь убивать соперника и потом только отойти под свой смог. Но ты убил первого, и да, там второй тоже может выходить на старт, но у него не так уж и много шансов быстро тебя разменять, потому что это реакция. И это реакция Димы, которая врывается через ковры, нет, через яму. И Фларич там падает у нас под этой позиции. Дальше еще Дима просто всех сбривает. Видимо, какой-то буст получил после того самого раунда. Шестой фраг к ряду от Димы Бандурки. Он пока что в соулу закрывает команду Прошто. И, мне кажется, останавливаться не собирается. Маг седьмой здесь на руках у Кинзора. Было бы, конечно, круто подформить здесь кого-то из стана команды Вега, если те будут играть слишком агрессивно. Кстати, флажка там полетит еще где-то к коннектору. Ну и Джиар не будет двигаться. В сэндвиче находит себя уже Сист, а там перетяжка под тикетбокс. Никельбек вместе с Кинзором. Выход на одного соперника Дима там не справляется со вторым Кинзором. Есть один минус Дробовика, но дальше только Спрей от Систа. Встречает его на этой позиции. 8-1 команда Вега Сквадрон уже побеждает на первой половине этого матча. А я напоминаю, что он проходит в системе Best of 1. То есть все или ничего сейчас, и просто должны принимать какие-то интересные решения. А вот она уже первая залетает, потому что два АВП мы еще не видели от них. Кстати, заметь, как стреляет Бандурка. Два раунда, два квадрокила. Один против Дивайса, второй против Пистолетов. Но все же Дима завелся. Это хорошо. 8-1. 8-1. Счет действительно для просто, особенно играя за сторону контр-ротовистов, далеко не самый лучший. Но все же шансы исправиться по-прежнему имеются. У Якиндера не было Молотова, потому он не смог в окне для себя ванвейс садить, потушить его у смок. И, в общем-то, Айван тоже должен показать себя в коннекторе. Читает его игрок атаки. И тут же залетает минус 71 по одному из снайперов команды Простой. И нужно уже менять расположение. А там подсаженный Сист, о котором пока неизвестно. Ну, знаешь, второй раунд мы наблюдаем, как простошники отдают эту позицию. И, по-моему, даже не догадываются о том, где находится Денис Костин. Это интересно. Ну, тут, если все же Айван не будет двигаться, то будет очень простой выстрел для него. Хотя он понимает, что рано или поздно понадобится его снайперская винтовка против коннектора на тикет-боксе. На дефолт стягивается Никельбэк. И как же все-таки будет атаковать команда ВЕК и Сквадрон? Это будет сплит с использованием вновь Дениса Костина, видимо, через вражеский респаун. Знаешь, что ты мне подсказываешь? Что Костин слышал стяжку снайпера на контр-ротовский спаун. И это, ну, как минимум, пока что выглядит не самым однозначным образом. Да, яму поджимали. Об этом есть информация. Никельбэк забирает Диму. Что дальше? Минус коврах. Казалось бы, но нет. Краш не прощает. Ай-яй-яй. Как же воевать дальше? Да никак. JR справляется с Кензором, выходящим на коннектор. Скубикс тоже неплохо стреляет против Фларыча. Последний Якиндер. И это опорник точки Б, который должен был, наверное, кого-то убивать со своим АВиком. Но нет, не судьба, в общем-то, здесь показать себя команде про 100. Очередной раунд они проигрывают. И это уже такая устрашающая картина. Юрий, я не знаю, как они должны выходить и как они вообще будут играть в этой атаке. Смогут ли они вообще повторить перформанс команды Вега-Сквадрон? Потому что все их ломают, как хотят сейчас. Ну, знаешь, вспоминая нашу зарубу среди комментаторов, да, когда играл я, ты, Леша, вот, там была у меня похожая ситуация, когда мы проигрывали в защите на Инферно с разгромным счетом, и, казалось бы, ну, нет перспектив. В итоге подсобрались, в атаке что-то показали. Не знаю, как это сопоставимо с игрой команды про 100 на Мираже, особенно в матчапе против Вега-Сквадрон, но, ну, ты же знаешь, вот то самое правило. Пока ты не проиграл 16-й, ты должен бороться, ты не должен опускать руки, ты должен верить в победу. Это так и есть, согласен с тобой на все 100%. У простов вновь нет денег, но на руках деглы. Также маг седьмой от Кензора, занимает он лифт вместе с Никельбеком. Попытка убедить своего соперника, что не стоит ходить так вот легко на зиг. И, кстати, здесь будет очередная подсадка Асизда. Вот хотят они ломать полностью эту позицию. И получается ломать уже лица Скубиксу, потому что падает под его наплывом Фларыч вместе с Екиндером. Никельбек до сих пор еще не может найти себя здесь в этом зиге. И пропускает противника, Дима справляется. С большой вероятностью там как раз-таки команда просто агрессировала. Это была попытка поджима ямы. И Скубикс с этим поджимом справился, ну, скажем так, легко. И, возможно, был план, то, что мы будем поджимать яму, там будет какой-то размен. И если атака уже успела выйти на центр, то она, зная о том, что соперники поджимают яму, попытается быстро выйти на зиг. А здесь, опа, Кензор смог седьмым, и еще будет Диггл ему помогать. Но, видимо, все пошло не по плану команды про 100. Сист убивает Кензора, последний остается Айван. Ну, здесь момент даже не то чтобы не острый, он слишком уж легкий для команды Вега, которая должна выходить на этот последний минус. Айвана замечает Сист, и это должен быть хэдшот. Да, безупречно играют Акулы против экономического Простошников. Без потерь. Чистый раунд, и уверенная десятая победа в первой половине. Да, вот он поджим, и отличный спрей от Скубикса. И повторы всех убийств, практически, которые происходили в этом раунде. 12-й на ваших экранах, очередной бай. От этого матча ожидали, ну, действительно, какой-то плотный зарубой. Мы не понимали, как играет Вега, мы знали, что просто могут играть хорошо. Но ждали, действительно, какой-то ровной, такой вот интересной зарубки. Но пока что все идет совсем по-другому сценарию. У команды Простов. Очередная раскидка от Вега на точку, а при этом занимается центр, тоже активно. На зиге сейчас появится один игрок. Также внизу коннектора проявляет себя один из Вега. Это краш, который падает против Айвана. Второй минус от снайпера. Дальше можно выйти на триплкилл. Да, получается еще и попасть в голову Диме, прыгающему прямиком на этот ствол. Сист успел выйти через яму, и Флара здесь может ошибаться. Да, 27 хп в итоге оставляет противнику. 2 в 3 ситуация, и есть все время этого мира для команды Вега, чтобы разрулить. Ну, самая большая проблема – это бомба, которая валяется в коннекторе, за которой надо вернуться. И вот как с этой задачей справится Вега с Квадром, я лично не знаю. Но есть GR. Есть GR, да. Кстати, поменялись только что девайсами ребята. Все же будет красный Сист орудовать СВП. Ему легче. GR. Кстати, вот интересно тоже, как-то идут друг за другом ребята. Будет подсадка на голову. Но вот как забрать эту бомбу? Это действительно большая проблема для оставшихся бойцов. Еще и смаком закрывается у нас коннектор. И при этом Айвана здесь не прочекает. Минус 4, давай, эйс! Должен быть все-таки Айван! Убивает всех своих соперников. Отличная работа. Второй раунд для Pro100. Да, вот наконец-то мы дождались. Если я не ошибаюсь, то вот как раз-таки именно Айван берет все раунды, которые выигрывала команда Pro100 в первой половине. Да, и если я не ошибаюсь, это сейчас капитан команды Pro100, который играет СВП. То есть в этом плане команды похожи, потому что там GR, тут Айван. И в плане стрельбы со снайперской винтовки сейчас себя очень хорошо зарекомендовал. Вот он, Молотов, который от Айвана полетел на окно. Но там пока что нет активностей от Pro100. Но они принимают решение поджаться под яму. И там есть уже первый минус по Диме от Фарыча. Ну, четко сработали. Агрессия под ямой действительно реализована безупречно. Под фаску Фарыч Димона находит. Бандурка не справился со стрельбой в этом моменте. Как же Никельбек не вовремя отошел от этого коннектора. Мог бы уже забирать противника под этой позиции. Есть размен. Дальше прыжок от Айвана. GR с этим справляется, но Екиндер его отправляет в следующий раунд. 3 в 3 с Кубикс битый. И Краш тем временем раскидывает точку А под эту раскидку. Пытается выйти дальше Денис Костин. И будет еще один Молотов на джангл. Смоком закрывается голова. Флешечка. И Сист пытается дальше внедриться в этот коннектор. Как же хорошо сейчас раскидалась команда Вега-Сквадрон. Все очень четко. И главное, под эту раскидку занимает Вега-Сквадрон действительно хорошие позиции. Итак, бомба будет установлена или нет? С Кубиксу с большой игрой. Нет, прикрывает тиммейт. Там Хаешщиков просто гениальный от Никеля. Сейза забирает Никельбека. В ответ. 2 в 2. Бомбу надо подобрать. Нет, бомба на руках. Все хорошо. Там такой коварный Молотов только что полетел на фаербокс. Я бы опасался то, что один из Веги будет гореть. Кензор неплохо врывается. Краш пытается дальше играть один на один. В итоге остается против последнего бойца команды простого выхода. И все-таки спреет Краша оказался успешнее. И это очередной раунд для команды Вега-Сквадрон. И играет та самая песня Изи Фуренса от группы Векерс, которая была слишком популярна во время мажора. Особенно, когда ребята выходили на сцену. И вот они коэффициенты от нашего партнера. Парим-матч 12-6. Ну, все оправдано. Тут будет очень сложно тащить в атаке. Да уж, да уж. Ну, вот знаешь, что нравится в игре Вега-Сквадрон? То, что кто бы ни оставался в квадче, действительно, это выглядит сильно. Да. Тут уверенность... Краш остался один против двоих. Просто на Изичах. Просто на Изичах. Проходится, да. Краш в прошлом раунде. Дима также вырывается на Изич. Там Кензор, кстати, вообще вне позиции находился. Абик от Айвана на точке Б уже пытается работать. Скубикса забирает. Но вот как дальше действовать? Потому что большинство сейчас будет его просто загонять. У команды Вега-Сквадрон неплохая позиция. И там еще в бок совершил выход Сист. Ну, тут один против всей команды. Ванечка справиться не сумел. Готовы Акулы забрать 12-й раунд в первой половине. А вот простошникам необходимо сейвить. 2 в 4. Это выбивание не по шансам. А вот 2 МКи простошникам точно пригодятся. Да, получают ресет. А это будет последний раунд. Уже 15-й в этой половине. Пока Вега не дает как-то оклематься, отдышаться своим противникам. Вот они какой-то раунд там отдали Айвану с АВП. А потом вот собираются, очень быстро играет. И, в общем-то, простой. Из-за того, что не так уж и много гранат у них остается. Не могут ничего с этим поделать. Вот именно по гранатам они сильно проигрывают. Ну и, в общем-то, счет об этом только нам сообщает. Потому что слишком мало денег постоянно у них. И Киндер пытался, кстати, убить выходящего из лифта противника. Но, благо, сам не отлетел. И Фларич тоже остается на коврах. Кстати, вот знаешь, последние наблюдения. То, как пытается играть Вега-Сквадрон. Это вот, по-моему, у Димы нашли идеальное применение. Это вот некий Церберг, которого отправляют после команды ФАС, Димон на первых ранах. Врыватель, врывак, обандурка. И это работает. Дело в том, что и в спиритах у него была подобная роль, когда вот нужно выйти первым или на размен. Или спровоцировать размен. То есть для своей команды. Особенно, если мы говорим о стороне террористов. Сейчас Дима. Мы не перестаем о нем говорить, потому что очередные фраги от него. Никельбек и Айван падают. И не сыграли вместе ребята на коннекторе. Но есть хотя бы какой-то плюс. Это Кензор, который убивает с кубикса. Это было под точкой Б. Фларыч неплохо тоже прошел. На центр еще и краш там погибает. Два на два в итоге ситуация. Но и при этом о Кензоре знали, что он поджимал точку Б. И ему нельзя идти дальше, потому что эта позиция подконтрольна. Это Веге, а именно Джиара, который с АВП смотрит поджим. Так, Фларыч отъехал. Сейзет. Да ладно. Денис Костин заставил попереживать. А вот ошибка Джиара. Ну вот рассчитывал на то, что Кензор уйдет с бэка Коврова. Кензорыч занимает непредсказуемую позицию. И этой позиции, по сути, выигрывает раунд для команды просто. Да, но такое не отдается зачастую. Тут нужен какой-то вантаф, но его не будет. Кензор полностью переигрывает Дениса Костина. И вот он счет на ваших экранах. 12-3. Полная доминация команды Вега-Сквадрон. Акулы пока едят про 100. Я бы сказал про гладу. И это слишком просто, да. Потому что они уже нам показали свою атаку. Да, это действительно было очень активно, очень агрессивно. И самое главное то, что эффективно. И ты знаешь, если сейчас посмотреть на наши хайлайты, то ярко видно то, что что-то пошло не так у про 100 еще с самого начала из той пистолетки, когда они были в большинстве, и когда выбивали бомбу. И потом в итоге проиграли все перестрелки против одного игрока, а именно Джиара. То есть полезли стреляться, хотя можно было как-то отдать эту позицию. И дать даже в какой-то момент противнику сыграть первым номером от бомбы. Ну, почему бы и нет, учитывая то, что у вас позиция не самая лучшая. Вы выходите с одного расположения, и о вас уже известно. Это самое главное. Ну, вот тот самый капитан, а именно Джиар серьезно, скажем так, разрушил моральную составляющую команды про 100 первыми вот этими взятыми раундами. Два квача, два важных действительно момента, в которых Джиар был великолепен. Да, пока четкая координация, чуткая от Дмитрия, своей команды. Видно, что приятно вообще эту играть карту против команды про 100, потому что у них, ну, не так уже было проблем много. На любом клочке карты Вега оказывалась сильнее. Ты посмотришь на точку Б, поджим контролился. На центр тоже выходили, постоянно убивали поджимающих соперников. На А чувствовали себя как дома. И туда же отправляется команда про 100 под флешки. Там уже врыв через яму с кубик принимающей. И флешка еще будет от Сиздос. Краш, там неплохо врывается на один хайшот. И все в блайне просторшники. Скубикс как никого там не забирает, но Краш работает дальше. Краш еще дальше пошел у нас на третий минус. И Джиар уже со Скубиксом наконец-то дорабатывает против Кензора и Фларыча. И это уже 10 раундов преимущество у команды Вега-Сквадрон. Ну, знаешь, тут акулу, наверное, очередной раз стоит похвалить. Они понимали, что выход пойдет на апплоинт, эта позиция была укреплена. Но как сработала флешка? Одна флешка. Она идеально залетела по таймингам. И после этого просторшники просто прыгали, плясали, танцевали. Они пытались жить в этом моменте, но акулу не прощали. Акула продолжала прогватывать команду простор. Ну, тут уже укатывание называется картина. Краш зарабатывает себе три минуса на старте. Там пытается все же выйти Никельбек вместе с Фларычем. Еще одна флешка, видимо, будет. Скаут на руках у Никельбека. И это все-таки не фраг. Для него, хотя были возможности, если бы был бы армор, то, возможно, он бы уже убил. Хотя не факт. JR тут подключается к этой вечеринке на центр. Никельбек падает. Кстати, заметь вот дисциплину Краша в этом моменте. Вот он получил определенное количество дэмэджа. Говорит, ребята, мне фраги не нужны. Мне важно сохранить свой ауг на следующий раунд. Да, ты знаешь, 90% игроков полезли бы дальше. Сказали бы, я уже сделал три фрага. Меня не остановить. В смысле, все нормально. Ну, и самое главное, что ему бы никто за это не предъявил. Первому никто не предъявил. Даже если бы, вот представьте себе ситуацию какую-то такого магического характера, когда Краш выходит на центр, убивает троих, и потом они в итоге проигрывают этот раунд. Краш был бы не виноват. Ну, да. С учетом того, что сделал три первых минуса, там бы уже вопросы пошли к тиммейтам. Итак, закупочка от про 100, 4 АК 47 и одна снайперская винтовка. Это не АВП, это скаут. Тот самый скаут, который, ну, попытается Айван реализовать. Запоминаем, смог. А нет, это и киндер. С респа на ковры от игрока команды Вегас Квадрон, если вы не знали. Да, и киндер будет со скаутом. Где же он все-таки орудует? Это выход на центр вместе с бомбой. Там же совершается внедрение через андер. Ну, и Дима никто не прочекал. Как же так? Ой, это было тоже несколько опасно. Но все-таки добирает он Никельбека, который не посмотрел наверх. Он занимался коннектором. И этим же, судя по всему, будет у нас заниматься и Фларыч, который... Я тебе больше скажу. Там было два игрока, которые не ждали этой подсадки. Скурбикс. Какой врыв, да. И не ждали также внедрения на центр через дефолтный смок на коннекторе от игроков защиты. В итоге и киндер вместе с киндзором остаются в ситуации 2 в 4, 53 секунды до конца этого раунда. Бомба не на руках. И скаут в очередной раз не попадает, не убивает. И Скурбикс уже третий минус здесь для себя заработал. 15-3 матч-поинт. Просто ничего не показали. В одну калитку Вега Сквадрон выносит команду просто... Даже Дрим Итерс более серьезно сопротивлялись против команды Хелл Рейзерс. Кстати, вот по поводу врыва от Скурбикса. Вы знаешь, Саш, там вроде бы в стандартный дым, но опять-таки же Вега делает это изящно. Все это делается а. вовремя, б. под флешку. И в этом симбиозе это работает просто великолепно. Да, хотя мы обсуждали во время аналитики такое переформатирование состава команды Вега Сквадрон. Но пока это очень симпатично смотрится, особенно на фоне команды ПРОВ-100. Скурбикс на центре имеет односторонний смок. И, возможно, под него сработает на первый фраг. Якиндер находится уже под ним. На Зиге никто даже не решил содействовать. И у Скурбикса не будет поддержки. Ой, это опасно. Видимо, заметил там противника только что, игрок защиты. Поэтому отошел. Так, что же дальше? Минута 20 в распоряжении ПРОВ-100. По-прежнему шансов отыграть хотя бы один матч-поинт не так уж и много. Три дегла, скаут и Галил, это не те девайсы, которые... А вот такие ошибки от Бандурки могут позволить простошникам подраться в этом раунде. Слишком, да. Неаккуратно открывался на коннектор. Скурбикс одного забрал. Размены тут же поступили от Егиндера и Кензора. Точка занимается. Дальше поджигаются джунгли. JR пока не может ничем помочь своей команде. Ровно как Иксист, который не по таймингу действует. Хотя можно было бы выйти и забрать эту бомбу. Хотя там только X-Ray работает и непонятно, куда она устанавливается. 4% здоровья остается у Егиндера против... Точнее, после прострелов Дениса Костина. Чудо выживает в этом моменте. А вот знаешь, сделал этот минус и Vega Squadron возможно бы рискнуло. Да, я смотрю на деньги команды Vega. И тут было бы круто еще повыбивать девайсы. Нет, не получается. Флуарич, какой дигл. Раскручивается в итоге на эти минусы в конце раунда. И у простой есть первый для атаки. Но сколько еще они смогут взять? Это резонный вопрос. Экономику Vega Squadron уронить не получилось. Деньги есть у всех, кроме бандурки. И нет, даже у Димы хватает. Вот я до конца не понял, это дроп от тиммейта? Это... Либо-либо это... Там у одного точно не было денег вообще. Это бандурка был. После предыдущего раунда. Это как раз таки был бандурка. Мы должны увидеть снайперскую винтовку от Джара. 5-7 от Сизда. Пожертвовал своим девайсом, видимо, да. Есть два Ауга, также М4А4. Но не так уж и много гранату защиты. И на это тоже стоит обращать внимание команде, которая сейчас пытается выйти на точку Б. Тут Сизд. Молотов неплохой на дефолт. Пока не могут выпрыгнуть через окно. Ребята из команды Pro100. Они ждут и слишком много времени могут потерять. И вот он Сизд. 5-7 отработает на одного никельбэка. Якинда тут же отвечает. И тут уже в неудел находится второй опорник, который на зиге получил очень глубокий смок. Вот тут вопрос к акулам. Пойдут ли до конца? Будут ли рисковать в этом моменте? Либо постараются сохранить оружие? Четыре девайса при занятой базе в бою и отсутствии хороших позиций. Это действительно... Это по-хорошему сейв. Ну да. Но акулы идут до конца. Опять-таки же, вот знаешь, тут, наверное, сыграло вот некое чувство самоуверенности в этом моменте. Мы фавориты. У нас, во-первых, есть хороший гандикап. Мы можем по-прежнему рисковать и пытаться взять даже такие раунды. Ну, JR тоже, видимо, не уйдет. И в этом уже со второй стороны обходят. Минимум два игрока отсюда. Но и Фларыча хватило. Выходящего через маркет, чтобы поставить этот хэдшот. Вот и подарил JR только что самперскую винтовку. Кент Зору сразу же аналитит Айвану. И Вега, да, должна сейчас провести полное эко, чтобы закупиться уже в следующем раунде и показать себя, и, возможно, закончить карту Демираж своей победой. Ну, а про 100, да, показали только что раскидку. Выход довольно быстрый на точку B. Но, опять же, тут стоит еще учитывать то, что принимал только один сист. Это 5-7, а не автоматический девайс, который мог бы сделать больше. Ну, здесь, наверное, просто заслуживают, скажем так, небольших аплодисментов. Браво, молодцы, они угадали. Действительно, направлением с направлением атаки и вышли на неукрепленную позицию команды Вега Сквадрон. Да, JR уже получил первый урон. Стак на точке А, Вега. Неплохо выходит против Никельбека уже работать. 41 хп у него остался после этого хэдшота. На голове тоже появляется JR, который не отпускает Никеля. Обратно через яму действует Фларыч. Тут должен выйти вместе с Кензором и закрыть всю эту катавасию, на самом деле, на точке А. Краша не пытается он даже загнать, потому что опасается также выхода через дефолтные какие-то позиции. Но Кензор уже, наконец-то, забирает битого JR после своего тиммейта. Да, тут все очень четко разыгрывается. Сист последний. Он действует через джангл. И это будет убийство от Фларыча. 6-15, 9 матчпоинтов. Так, что с деньгами? Что с деньгами у Акул? Кстати, 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 все очень неоднозначно. У JR, посмотри, впритык хватает на снайперскую винтовку. И как раз-таки он делает выбор в пользу АВП. Ну, JR может себе позволить, как и, например, Джейму в ангар играть без армора. Без, возможно, каких-то гранат, потому что это парень, который вовремя может или первый ворваться с РСПа, или же на размен. Ну, знаешь, это тот самый момент, когда мы можем назвать этого парня профильным снайпером. Да, да. То есть вот действительно, если делать выбор... Его не смущает, мне кажется, даже он внутри себя не ощущает никакой скованности, если у тебя нет армора. Да, какая разница. Ну, Айван... Я к тому, что есть, вот, например, Симпл, который может, вот, отталкиваясь от наличия армора, взять М-ку с тяжелым армором и гранатами. Нет, это не про Джар. Нет, ни в коем случае. Он постоянно берет эту снайперскую винтовку, да. 4.750, ребята, мне так хватит. Мне нормально, больше не наливайте. Кензор! Дальше вышел все-таки против этой ямы. Краш с ним не справляется. Это большинство для команды просто. Уже есть шанс выйти на седьмой раунд. Ну и главное не спешить, потому что есть еще масса времени, которым можно распорядиться лучше, чем они изначально могли. Потому что и Киндера подсадили уже в окно. Он может действовать дальше против вражеского распауна и пресекать возможные перетяжки от соперника. Ну что же, тот самый Джар со снайперской винтовкой. Агрессия со стороны капитана команды Вегас-Квадром. Но, правда, хватает всего-навсего на один минус. Дальше простошники включаются на максимум. Дима последний против троих. Это будет попытка сохранить АУК на следующий раунд. Ой, а не поздно, Лис, похватились у нас ребята из команды просто. Да, вот был бы сейчас счет, ну, где-то хотя бы 8-14. Да, вот при атаке можно еще вытаскивать. То есть у тебя есть хотя бы одно право на ошибку с одной стороны. С другой стороны, атака всегда имеет деньги, если берет подряд очень много раундов. Вот посмотрите, уже там несколько взяли. Якиндер хорошо себя чувствует в этом плане. Ну и все остальные тоже там не проседают, кроме Никельбека, который постоянно умирает. И это 7-22. К сожалению, не пошла игра сегодня. Ну, кстати, ты абсолютно прав. Он умирает в каждом из раундов. 22 смерти в 22 сыгранных раундах. И, с одной стороны, да, можно говорить о том, что его не хватило. Но посмотрите на счет. Тут вся команда не доигрывала. Возможно, где-то какие-то капитанские решения не работали в защите. В первую очередь, потому что они сильно проиграли эту сторону. 3-12, напоминаю, был счет. Ну, а сейчас уже атака, которая смотрится симпатичнее. Но какую же все-таки длинную дистанцию нужно пройти, чтобы выйти на допы. Ну, самое главное, если просто действительно нацелено на камбэк, то вот, наверное, перейти к грань 10 раундов. Когда цифра просто будет двухзначная, там камбэчить уже немного проще. И сама Вега будет такая немножко. Ой, несите полотенце, ребята. Это действительно вот тонкий момент психологии, когда они видят, что вот команда уже подбирается. И еще там один-два раунда, с учетом того, что некоторые из них будут экономические, все очень напряженно становится. И вот как раз таки в эти моменты камбэк реален. Ой, Дима выходил на ЗИК, у него был АУК, но не сработал против снайперской винтовки Айвана. Да и Киндер был готов тоже ему вон там-то обставить. Так что непонятно, смог бы вообще, Дима, кого-то там забрать. Чудом выжил в этом моменте. Да, будет контролировать сейчас, видимо. Вот Сист хотел ХАЕшкой отбросить себе АУК. Не получается в итоге у Дениса, видимо, это сделать. Он его еще дальше загоняет, потому будет ретироваться где-то в глубину Б-плента. Джиар пока что в окне. Фларыч подходит под Андером под контроль коннектора и замечает Джиаром моментальный хэдшот. Кстати, вот знаешь, Денису Костину за задумку мы поставим твердую пятерку, а вот реализация хромает у Дениса. А ты не можешь всегда спрогнозировать вообще вектор, куда полетит девайс после взрыва ХАЕшки. И красота контрстрайка, и его рандомность иногда в этом тоже проявляется. Ну, по физике, по идее, если граната взрывается. Ну да, кто к нему ближе, хотя бы она должна прилететь. А там вообще непонятно, куда этот калаш повис где-то там. Может быть, даже на центр вылетел еще дальше. Итак, 15-8-7. Матч Пойнтов остается в распоряжении Вегис Квадрон. Оружейная закупка. Пока что три АУГа и снайперская винтовка. Последнее решение. Ну, что же будет? АУГ Тим? Ну да. Ну, знаешь, хватает денег. Вот, хорошая раскидка должна быть у защиты прямо здесь и сейчас. Да. АУГ Тим плюс АВП от Джей Ара. Есть также один набор дефузов. И Джей Ар уже готов тушить противников на старте. Пока что не попадает через МОК. Опасается выхода на ЗИК. Очень быстро вот команды просто. Да, пробегает туда один Якинтер, но тут же отлетает. Дмитрий готов. Дмитрий убивает. 5 на 4 ситуация. Скубикс под контролем держит коннектор, но опасается выхода через ковры. Потому что в начале на точке А находился только один опорник. Так, ну вот главное здесь без ошибок. Это не Дима, это Джар, но это не мешает капитану ошибаться. Итак, Скубикс. Есть информация по Никельбеку. Вот это подарок судьбы. Да, бомба выходит. В итоге на джангле ее теряет Никельбек. Тут же Молотов от Скубикса, который сжигает еще Айвана. Тот находился на ящике. Ай-яй-яй. 2 на 4 Кензор и Фларыч. Это, скорее всего, провал. Это конец команды просто в этом раунде. И в этой игре Скубикс в итоге еще одного забирает. Минус 3 уже оформляет. Фларыч последний. Ну и Дима может просто выйти и в ухо забрать. Да, это тайминги. И да, это все-таки фраг от Димы. 16-8 с двойным перевесом по очкам. Команда Вегас Квадрон побеждает в этом матче. Поздравляем. Заметь, у нас какие-то изи-каточки на протяжении всего игрового дня. 16-7, 16-4, 16-8.